Всем привет! Это Украина на вкус. Праздник приближается, праздник приближается, а значит сегодня будем готовить еще одно праздничное новогоднее блюдо. И блюдо это будет приготовлено с использованием сладкой массы, которую пчелы делают с использованием цветочного нектара. Ну то есть мед, Украина и мед это неразрывное понятие. Всего лишь два года назад Украина производила в год 70 тысяч тонн меда, что делало Украину третьим производителем меда в мире. Я уже не говорю о том, какую огромную, сакральную роль мед играет в украинской кухне. Сегодня будем готовить медовик, но не такой, к которому привыкли в других странах бывшего Советского Союза. Украинский медовик это что-то особенное. Для того, чтобы его приготовить нам понадобятся. Мука, сметана, сахар, яйца, разрыхлитель, изюм, орехи и мед. Меда должно быть много. По большому счету сейчас мы будем печь медовый бисквит. В Украине медивнык это просто толстый корж, который разрезают на куски и едят. Получается очень просто, но феноменально вкусно. Хотя есть и свои особенности, о них несколько позже. Давайте уже начинать готовить. Сначала тесто. Для теста мед мы разогреваем с сахаром. Мед не должен кипеть. Он должен быть жидкий, текучий и ни в коем случае не должен закипеть. Мы просто нагреваем мед достаточно для того, чтобы в нем растворился сахар. Отделяем желтки от белков и взбиваем отдельно желтки с сахаром до однородного состояния и отдельно белки с сахаром. И если консистенция желтков для нас не особо важна, белки должны быть взбиты хорошо и качественно до состояния твердых пиков. Теперь давайте готовить, собственно, тесто. В мед, который уже успел остыть, добавляем желтки, белки, сметану, разрыхлитель, изюм. И тщательно, но нежно перемешиваем. Теперь в эту массу добавляем муку. Перемешайте тщательно, для того, чтобы изюм у вас не опускался на дно, а в момент выливания формы для выпекания все-таки был равномерно распределен по всему тесту. Консистенция теста должна быть как густая-густая сметана. Форму для выпекания либо смазываем, либо сбрызгиваем растительным маслом. Выливаем тесто. И ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Надолго. Важный лайфхак. Что бы ни случилось, началась война, упал метеорит, на Землю напали инопланетяне. Ни в коем случае не открывайте духовку. Инопланетян мы победим. Метеорит отправим обратно в космос. Но если вы откроете духовку, ваш бисквит упадет и больше никогда не подымется. Сами подумайте, что для вас большая трагедия? Какие-то зеленые человечки, атакующие земную цивилизацию? Или упавший бисквит? В принципе, конечно. Если вы откроете духовку и он у вас упадет, это будет все равно очень и очень вкусно. Но вид будет немножко не тот. Вот как у меня. Черт меня дернул открыть эту духовку. Но даже в этом случае вы можете посыпать ваш медовый бисквит сахарной пудрой, орехами и подать на стол. Сохраняя при этом такое виноватое выражение лица. Поверьте, ваши гости будут очень довольны. Потому что это удивительно вкусно. Мощный, насыщенный медовый вкус. Орехи. Само тесто феноменально вкусное. Да, я знаю, что это 18 раз и повторил слово феноменальное. Но это действительно так. Праздничный, настоящий бисквитный медовый корж. А если он у вас еще и не упадет, то будет действительно настоящий праздник. Это была Украина на вкус. Хороших вам праздников. Напишите ваш любимый рецепт с медом на нашей странице. Либо в Ютьюбе, либо на Фейсбуке. Хороших праздников еще раз. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok